И получается мы надавливаем. Увидев на просторах интернета, как быстро и качественно можно изготовить красивые ковры, Диляра Хуснудинова зажглась идеей приобрести нужный аппарат и начать создавать шедевры ковроделия. Пока Тафтинган шел к ней, девушка в течение двух месяцев изучала, как нужно работать на нем, и теоретически знала все нюансы. Обычной иголкой получается долго, а Тафтинганом любой рисунок делается быстро, качественно, говорит Диляра. После набивания коврика с изнаночной стороны изделие красится гидроизоляционной краской, затем на него клеится ткань-основа. Ворс состригается. Для этого Диляра применяет лайфхак, использует аппарат для стрижки овец, так как специальное устройство стоит на порядок дороже. В итоге получается замечательный коврик. Раму для изготовления ковров девушка соорудила вместе с мужем. Стоит отметить, что расход ниток при этом способе творчества огромный. На ковровый отрезок размером 30 на 30 уходит 7-8 мотков. Пока мастерица делает изделие небольшого размера, но в планах ковры размером 2 на 3 метра. Эти ковры, наверное, времени уходит намного меньше, чем забивать те, которые раньше, наши советские, которые на стене висели. Это как замена старым СССРским коврам. А по качеству они долговечны? По качеству, мне кажется, да, потому что маникторно-гидроизоляционной краской покрываем. Также их можно будет использовать в ванной, им ничего не будет. Диляра этому ремеслу планирует обучать желающих детей. Первой ее ученицей стала Камилла Каюмова, у которой уже есть опыт изготовления ковриков, подстаканников с помощью иглы. Ну, это круто, это классно, это необычный опыт для меня лично, сделать ковры, это круто, и это очень современно, так как сейчас это стало очень популярным. В творческой мастерской Диляры Хуснудзиновой желающие могут обучиться не только изготовлению ковров, но стать и скульпторами, художниками, даже не имея для этого особого таланта. Фаузия Нургалимова, Тимур Мухаммедханов, Фаэль Шахудзинов. Новости Татарстана.